Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о госпитале в городе Дойлестаун, штат Пенсильвания. Это видео я сделал в знак благодарности медицинскому персоналу госпиталя за заботу о моей маме. Я 96 лет, они здесь есть, спасли жизнь. Уже неоднократно. Дойлестаун является районным центром округа Бакс, Пенсильвания. Добро пожаловать в Дойлестаун, центр здравоохранения. Американская общинная медорганизация Дойлестаун, центр здравоохранения, в настоящее время имеет сеть учреждений, предоставляющих высококачественные лишения в Бакс-Каунте, округе, районе Пенсильвании. Здесь медицина достигла исключительных успехов, если учесть, что госпиталь городка Дойлестаун с населением всего 8380 человек до сих пор является некоммерческим. И он управляется в течение 120 лет только местными общинными организациями. При этом весь медперсонал и служащие высокопрофессионально и честно служат людям. Уважаемые жители Бакс-Каунте, эти современные комплексы здравоохранения ориентированы на вас, на нас, на всех. На этих стендах в холле госпиталя вы видите всю историю, 120-летнюю историю существования медицинской системы в городке Дойлестаун. Расскажу еще немного. Город Дойлестаун был основан примерно 200 лет тому назад европейскими переселенцами. В основном это были люди из Германии. И по сей день более 50% населения городка Дойлестаун это люди имеющие немецкие корни. Остальные тоже европейские корни. Вот мне разрешили ночью сделать съемки. Фактически в госпитале не разрешают делать. Но это я сейчас делаю в 12 часов ночи, видите, никого нет в коридорах. Посмотрите на стенах картины, великолепные картины. Это маслом картины, которые рисовали медперсонал, врачи и медсестры. Притом настолько профессионально. Вот видите, здесь вот автоматы, которые там очень дешево продаются напитки всевозможные для посетителей госпиталя. Этот госпиталь громадный, он имеет 4 крыла. Западная, восточная, северная и южная. Здесь очень много людей и персонала, и очень много больных людей. Практически все люди в основном местные палаты. Но есть и очень много одноместных палат. Вот видите, какие лифты. Посмотрите, какая архитектура в середине. Ну, это же гостиница высшего класса. Фактически, если по меркам даже европейским. Вот еще раз показываю, посмотрите, какие картины. Весь госпиталь в картинах. Вот просто буду ходить по этажам. Буду показывать разные участки. Ну, это... Для вас это все удивительно. Даже для многих американцев это удивительно. Честно говоря, не в каждом райцентре есть такой госпиталь. Это нам просто так повезло. Однако вы не завидуете. Госпиталь не самое лучшее место, где хорошо проводить время. Лучше, конечно, в какой-нибудь шикарной гостинице где-нибудь на побережье океана. Вот здесь вот достижения госпиталя. Видите, разные грамоты на стенах. И это очень приятно видеть. Вот лифты раскрашенные, разноцветные. В середине госпиталя вот магазин там. Родильный дом есть в середине госпиталя. И вот там магазин, где можно для вновь родившегося ребеночка что-то там приобрести. Вот такие пульты. На каждом этаже по несколько таких пультов. Видите, вот это лифты. Пойдем дальше. Вот очередной коридор. Мне секьюрити-служба разрешила. Они за мной следили. Честно говоря, сзади они там в камеры смотрели. Вот у них там стен газеты. Они в камеры за мной смотрели. Они подошли ко мне. Я им рассказал, что я это делаю для людей, которые не живут в Америке. Для того, чтобы показать все-таки, какая у нас Америка. Ну, честно говоря, я горжусь. Сейчас мы пройдем в холл западного крыла. Вы увидите входную дверь западного крыла. И вот на каждом крыле вот такой холл, куда приходят люди, посетители. Посмотрите эту архитектуру. Посмотрите, во-первых, освещение. Посмотрите эту красоту. Посмотрите, сколько здесь задействовано труда. Сколько истрачено денег. И как это все поддерживается. Посмотрите, зелень, свет, тишина, красота. Вот так должны люди жить. По-человечески. Видите, гифт-шап там есть в середине, показывается. Для людей, которые хотят что-нибудь купить тем больным людям, которых они пришли посещать. Там цветы и всякие сувениры. Вот смотрите, смотрите. Радуйтесь, что есть такое место на земле. Вот видите, на часах полдвенадцатого ночи. Ну что ж, пойдем дальше по коридорам. Вот здесь уже затемненный немножко коридор. Там написано, куда дальше идти. Табличка. Вот там на стене панно, но оно не подсвечивается. Видите, разноцветные фрески такие. Очень красиво, но вам не видно. Еще раз расскажу. В основном палаты все двухместные. Вот видите лифты. Посмотрите, розовые лифты. Палаты двухместные и одноместные. Вот сейчас мы идем к центральному холлу. Здесь опять вот грамоты, всевозможные грамоты. Что этот госпиталь в 2016 году занял много первых мест в Пенсильвании и даже в Америке. То есть это не простой районный госпиталь, но это районного значения госпиталь. Это не Манхэттен. Городок восемь тысяч населения. Вот здесь перечислены, здесь четыре этажа на этом крылья. И вот еще грамоты. Здесь много профессоров работает. И это их личные грамоты тоже. И госпитальные. Можете остановить и прочитать, что там написано. Видите, написано, что это госпиталь эксцелент. Вот здесь кафетерий. Прекрасный кафетерий. Прекрасные кофе и капучино. И... Ну, в дневное время, естественно, ночью не работает. Но здесь запах такой кофе сейчас. А вот это центральный холл. Ну что ж, пройдем по центральному холлу. Здесь тоже несколько разных крыльев. Вот в данном случае это там рентген кабинет и радиология. Здесь, видите, прекрасные кресла. Можно журналы почитать. И кофе попить. Ну, в общем, я вам говорю, здесь это как будто настоящий пятизвездочный отель. Лучше, конечно, сюда не попадать, но все равно, когда больной человек... Видите, там написано, радиология. Когда больной человек попадает в такие условия, ему чуть-чуть легче становится. Это не то, что попасть в какой-то шараж-монтаж, который вы видите каждый день. Я сожалею. Вот, видите, ночью человек убирает, уборкой занимается. Ну и, конечно же, у входа американский флаг. Ну, чтобы мы не забывали, в какой стране мы живем. God bless America!